Девушки отдыхают Дневная Зрители военной приемки уже не раз видели такие вещи в исполнении самых разных ударных вертолетов Уникальность этой съемки в том, что перед вами новая разработка ОКБ имени Миля Машина, существующая на данный момент в одном единственном экземпляре Главный герой этого фильма – потомок знаменитого вертолета Ми-24 Между прочим, единственного вертолета в мире, который прославился тем, что сумел сбить истребитель Кстати, американского производства Правда, выпуск 24-к начался еще полвека назад И в наше время многие считают эту птицу видом вымирающим Однако, учитывая ее некоторые непревзойденные качества Раз, невероятную популярность за рубежом Два, в холдинге вертолеты России решили полностью поменять начинку Внести незначительные изменения в конструкцию И отныне эта машина начинает новую жизнь под новым именем Ми-35П Многие называют его П-Плюс или П-Модернизированный Правильное название Ми-35П в новом облике Дело в том, что Ми-35П выпускались и раньше Просто многие считали, что их производство завершилось Но все случилось наоборот Вертолет обновился и возродился Это очень похоже на историю сказочной птицы Феникс Которая всякий раз перерождалась после смерти Теперь вы понимаете, почему эту машину вертолетчики прозвали Фениксом Впервые новый вертолет мы увидели в подмосковном Красноармейске На полигоне научно-исследовательского института Геодезия К этому моменту машина пережила уже первый полет И теперь у нее впереди долгий период летных испытаний Давайте начнем сначала Машина, которая перед нами находится Это Ми-24 или Ми-35? Это модернизированный вертолет Ми-24 Мы его сейчас называем Ми-35П Что в нем от 24-ки? От 24-ки в основном осталась вся силовая конструкция Не претерпела значительных изменений бронезащита При модернизации основной упор был сделан на комплекс бортового радиоэлектронного оборудования То есть все новинки у нашего героя внутри Снаружи появился только вот этот шар Это ОПС Обзорно-прицельная станция с тепловизором Которая позволяет видеть цель даже ночью на дистанции до 10 километров Так, вслед за Ми-28Н, Феникс становится ночным охотником На эту охоту мы еще слетаем, а пока продолжаем разговор с конструктором На вертолете установлен пилотажный комплекс ПКВ-8-35 Который облегчает летчику пилотировать данный вертолет То есть есть режимы висения Когда он может просто на месте зависнуть Зависнуть на месте, есть режим уход Есть режим набора высоты Однажды мне довелось полетать с ночью на боевом вертолете Ми-28УБ И даже в определенный момент взять управление машиной в свои руки Хотя, если честно, взять управление – это громко сказано Дали кнопку нажать В этом и фишка новых для нашего героя режимов Одним нажатием кнопки можно заставить вертолет замереть на месте Или пойти на взлет, на посадку Вот как это выглядело в случае с ночным охотником Машина сама сажает нас на землю То есть пилот в данном случае не управляет То есть, если мы в невидимости плохие метеоусловия Мы можем выполнить зависание И вот сейчас у меня руки убраны, я нажимаю кнопку посадка Вот видите, у нас высота 40 метров Управление не трогаем Машина плавненько Плавненько у нас вертикальный, небольшой, снижается И зависит на 5 метров «Феникс» тоже легко выполняет такие номера Но поскольку на данный момент он существует в единственном экземпляре То некоторые возможности «Феникса» мы будем показывать вам на примере других вертолетов И пока первая машина только начала проходить испытания На заводе «Роствертол» в Ростове-на-Дону уже запущен поток целой партии новых «Фениксов» Серийное изготовление вертолетов Ми-24 и Ми-35 всегда было одним из главных направлений производственной деятельности нашего предприятия Уже без малого 50 лет вот в этом цехе изготавливаются фюзеляжи вертолетов Ми-24 Это вот как раз один из таких фюзеляжей Один из таких фюзеляжей, да Это вновь изготовленный Сегодня срок службы этому вертолету составляет 50 лет То есть мы его изготавливаем на долгие-долгие годы Для того, чтобы он выполнял свою основную задачу по защите и охране Рядом с нами на стапеле собирают носовую часть «Феникса» Пока вертолет не покрашен, хорошо видны его щеки, обшитые броней На этом этапе идет сборка центральной части фюзеляжа Это грузовая кабина Сколько человек десанта? Восемь человек десанта здесь могут свободно разместиться Давайте заходим Дальше, кроме десанта Различные грузы общей массой до полутора тонн А также возможность работать с внешней подвеской Транспортировать грузы общей массой до 2,4 тонны То есть вот здесь, вот так вниз мы опускаем трос? Да, имеется оборудование для внешней подвески Центральный канат и замок для крепления грузов По вашему опыту существует еще какой-то другой вертолет на планете Который может совмещать в себе эти функции Такого вертолета в мире больше не существует Который совмещал бы в себе возможности борьбы с тяжелой бронетехникой и танками противника Раз Транспортировка личного состава Эвакуация пострадавших с поля боя А также работать с внешней подвеской По доставке различных грузов общей массой 2,4 тонны Во многом благодаря этому уникальному сочетанию Три в одном Ми-24 не стал самым массовым ударным вертолетом в стране И вторым по массовости среди ударников в мире Первое боевое крещение он пережил в Афганистане Там за ним закрепилось прозвище «Крокодил» Так его называла пехота Но среди летчиков это прозвище не прижилось Потом была первая чеченская кампания За ней вторая Десятки вооруженных конфликтов по всему миру Что касается нашего времени и нашей армии То сейчас 24-ок очень много в приграничных воинских частях Где они решают задачу по принуждению к посадке нарушителей воздушных границ Однажды это принуждение мы решили испытать на себе Когда в небе в Калининградской области попытались повторить полет немца Матиаса Руста Приземлившегося в Москве рядом с Кремлем На легкомоторном самолете «Цесна» Итак, под видом нарушителей границы на «Цесне» мы поднимаемся в воздух В этот момент нас тут же берут на сопровождение Наземные станции ПВО И дежурная смена ударного Ми-24 получает приказ взлетать Машина отрывается от земли и мчится за нарушителями на полной скорости Всего несколько минут и в поле зрения «Цесны» появляется Ми-24 Мы видим его, а самое главное, он видит нас Видит и начинает действовать Поначалу мы пытаемся уйти от преследования Пилот добавляет газа, но бесполезно Скорость этого вертолета явно больше, чем у нашего самолета Со стороны кажется, что он болтается на невероятно близкое расстояние Ага Кажется, его винты вот-вот-вот коснутся у нас О-го-го Ничего себе Воздушный поток винтов Ми-24 обрушивает легкий самолет вниз Это и есть принуждение к посадке Вот как это выглядит глазами летчиков вертолета Нашу «Цесну» словно отбрасывает в сторону Ее трясет Волей-неволей хочется поскорее спуститься на землю И желательно живыми и здоровыми Конструкторы большое внимание уделяли аэродинамическому качеству фюзеляза будущего вертолета Вот эти все округлые формы Да, вот это все обтекание Обводы специально делались для того, чтобы уменьшить вредное сопротивление конструкции набегающему потоку воздуха И естественно вопрос об убирающемся шасси Он также был решен в пользу, так сказать, уменьшения вредного сопротивления Максимальную скорость, какую он развил Более 360 км в час Если быть точным, 368 км в час И это на ударном вертолете, который ударником является лишь отчасти Ведь, как мы уже говорили, наш герой еще и транспортник Вообще на этой машине очень много красивых инженерных решений Давайте продемонстрируем, как открывается дверь Которая одновременно является собой подножку Просто бросаем, тут же по этой подножке забираемся внутрь Открываем вторую дверь И в момент атаки десантник может располагаться каким-то таким образом И осталось закрыть Секунд 30 на все про все В экспортном варианте Ми-24 всю жизнь назывался Ми-35 Вертолет, быстро набравший популярность по всему миру Например, эти кадры мы снимали в Мьянме Впрочем, с недавних пор и в нашей армии появился Ми-35 А точнее Ми-35М Глубоко модернизированный вариант 24-ки Кажется, всего одна буква Ми-35П или Ми-35М А разница огромная Во-первых, на Ми-35М подрезали крылья Это позволило сэкономить весы И поставили неубирающиеся шасси Причина та же Борьба с килограммами лишнего веса Но есть и вторая При выполнении жесткой посадки Неубирающиеся шасси Помогут смягчить удар И сохранить жизнь летчикам Наконец, есть и третья причина Тактика Основная сила Ми-35М Это управляемое ракетное вооружение Позволяющее с высокой точностью уничтожать Бронетехнику противника и другие цели И применяемое без снижения точности И днем, и ночью На различных высотах На любых скоростях А также свесение Так вот, для решения задачи прицеливания На вертолете предусмотрены Такие тонкие конструктивные решения О которых многие даже и не догадываются Я прошу оператора Выставиться четко вдоль этой оси И, может быть, внимательный зритель увидит Что вал винта Этот вал мы, понятно, не видим Находится не вертикально прямо А под наклоном вправо Вправо, в 2,5 градуса, да То есть, получается, здесь не прямой угол, а Завал вправо Для чего это делается? То есть, как бы, вот Вот так он завален Да, да Для чего это делается? В тактике примедения Есть применение оружия свесения Что для вертолета очень актуально Потому что он не сближается с противником А на безопасном удалении Зависает и применяет оружие Но тут конструктора учли такой нюанс Когда висит наш вертолет Он имеет правый крен За счет вращения винта Да Это особенности арминавики Правильно обращаю винт вот так? Да И поэтому, наклонив вал несущего винта Летчик, для того, чтобы машина висела на месте Он делает крен влево В результате она висит ровно И условия для работы экипажа По применению оружия становятся лучше То есть, когда вы висите, ваш пол абсолютно горизонтально Для стран, вовлеченных в локальные конфликты Без использования тяжелой бронетанковой техники Высокоточное управляемое вооружение Мало актуально Именно для них мы выпускаем Гоночный вариант Ми-35П «Феникс» Который на высоких скоростях Уничтожает площадные цели И живую силу противника Отсюда длинные крылья И убирающиеся шасси Все ради скорости Маневра И огневой мощи А нет такой проблемы, что Поставив убирающиеся шасси Вернув назад Мы увеличиваем вес машины И тогда ты меньше берешь боеприпасов Ну, понимаете, тут особенность вот этой машины какая Здесь осталась компоновка старой 24-ки Но тут в большинстве своем полностью заменен Практически комплекс пилотажный И часть блоков, которые туда входят Они на порядок легче А, то есть вы выиграли в весе, убрав отсюда Да Старье Да, убрав старые блоки Разработки Советского Союза И сейчас машина, по сути, является в той же массе Вот, но с лучшими показателями Поговорив с ведущим инженером Мы просим поднять вертолет в небо И показать, на что он способен И вот летчики занимают свои места Наша стальная птица взлетает, убирает шасси И уходит в зону, где будет выполнять пилотаж В настоящее время летчики отрабатывают полет на предельно малых высотах С огибанием рельефа местности С выходом на цель Данный режим полета Позволяет скрыться вертолету от средств противовоздушной обороны противника И, используя складки местности, подойти незаметно к цели Ну и, соответственно, применить вооружение По и уничтожить данную цель Данная цель – это корреспондент военной приемки Борис Зимин Заместитель главного конструктора Анатолий Елистратов И группа наших операторов Ну вот, еще один заход И снова на сверх малой высоте Хочу сказать, что неуютно себя чувствуешь Когда практически на тебя идет вертолет Вот как эта атака выглядит из кабины летчика Несколько секунд И вертолет пролетает над целью Внезапно пропадает Слышится только шум Где именно непонятно Затем, словно в боевике Ми-35П поднимается над лесом И буквально становится на свой нос в небе В настоящее время Вертолет, используя складки местности Сейчас вот поднимается из-за деревьев Может обнаружить цель Может зайти на цель С пикирования Может скрыться за лесом И зайти с другого пункта на цель Лес и рельеф местности Для этой машины Средство маскировки Вертолет может провести разведку И выбрать, куда, как и чем Ему лучше всего ударить Вот он снова скрывается за лесом Стелется по земле И зависает Кажется, он вот-вот сядет Но шасси не выпущены Пилот просто выдерживает паузу И через несколько секунд Поднимается в атаку Удар и новый заход на цель В этот раз вертолет устраивает Над землей танец Впрочем, все эти грациозные наклоны Вправо, влево Не красоты ради Это настоящий бой с тенью Ми-35П, как профессиональный боксер Уходит от ударов противника Ради того, чтобы в нужный момент Ответить самому Для того, чтобы вести Такой воздушный поединок Машине, как и спортсмену на ринге Необходима не только Молниеносная реакция Но и прекрасно подготовленное тело Вы никогда не задумывались Как чистый лист дюралюминия Превратить, ну, например, вот в такую деталь Для этого здесь На вертолетном заводе Существует разного рода пресса Ну, вот, например, пресс Поперечной растяжки Вот примеры тех деталей Которые были изготовлены Здесь, на этом прессе Давайте объясним, что это за детали Да, это детали, которые Являются будущими обшивками Хвостовой балки вертолета То есть, все здесь начинается С чистого плоского листа А благодаря вот этому оборудованию Для пластической деформации Прессовое оборудование Оно позволяет придавать Этому листу нужную форму И, соответственно, нужные размеры Здесь, вы знаете, к вопросу о том Сколько весит этот лист Вот его буквально можно удержать Двумя пальцами Видите, я его кидаю Вот настолько он легкий и воздушный Пока мы рассматриваем готовую деталь Мощные стальные губы пресса Сжимают очередной лист Которая задана заготовкой А это еще один интересный станок Где работа также начинается с чистого листа За несколько минут фреза нарезает из него Заготовки будущих деталей Ми-35П После этого они отправляются На самый, наверное, необычный пресс Там эти вырезанные заготовки Накрывают пластами пенополиуретана И с огромным усилием В 10-12 тысяч тонн Они обжимают листы диралюминия После этого готовые детали красят Точнее анодируют А затем отправляют на стапель Здесь мы уже были Но прямо сейчас можно посмотреть Как феникс покрывают броневой Вот на этом этапе очень хорошо Заметен бронелифт Да, это защита экипажа От стрелкового вооружения Лобовые стекла у Феникса Как и у Крокодила Бронированные Их два У летчика и у летчика-оператора Но что касается по-настоящему Серьезной защиты экипажа Создатели Феникса предлагают использовать Современный бортовой комплекс обороны На базе лазерной станции защиты Здесь вот в этих отверстиях Стоят пеленгаторы Которые обнаруживают факт пуска Ракеты с тепловой головкой самонавидения То есть если пузырька берешь и по нему бьешь То в этой ситуации Да, вот здесь стоят пеленгаторы Которые отражают И в хвостовой части будет установлена Лазерная станция защиты Которая будет уводить ракеты в сторону Бортовой комплекс обороны Создает вокруг вертолета Непроницаемую доуправляемых ракет Защитную сферу Вот как работает такая защита На примере вертолета Ми-8 Мы видим, как по нему открывают огонь Из переносного зенитного ракетного комплекса Ракета летит к цели И вдруг, в самый неожиданный момент Отворачивается от нее Скажем откровенно В бюджетном варианте Ми-35П Такой защиты нет Но по желанию покупателя Ее можно поставить Зато по умолчанию На вертолете устанавливается ЭВУ Экранно-выхлопное устройство Сегодня эти экранно-выхлопные устройства Являются обязательным конструктивным элементом Для снижения тепловой заметности Давайте сейчас зрителю покажем Вот этот элемент на вертолете А вот на этапе сборки Да, так он выглядит в натуре Устанавливается ЭВУ На выхлопной патрубах двигателя За счет установки этих устройств Снижается температура И направление потока уходящих газов Вследствие чего Снижается устойчивость захвата Ракеты с тепловой головкой самонаведения Другими словами ЭВУ Не просто выхлопная труба Как на автомобиле Это орудие самообороны Однако в обычной мирной жизни Летать лучше все-таки без экранно-выхлопных устройств Ведь они снижают и скорость, и маневренность И тут мы должны снова вернуться в Подмосковье На полигон Нии Геодезия Цель – вот эти круги на Земле Которые прекрасно видны на мониторе у летчика Первые заходы по этим кругам Бьет основная пушка Затем открывают огонь Пушки съемные Хотя правильнее говорить Подвесные пушечные контейнеры Дальше к атаке подключаются Неуправляемые ракеты И все это время наша съемочная группа Находится внутри ударного вертолета В момент выстрелов понимаешь Ударным его называют не зря Один только удар по ушам Чего стоит Обратите внимание Все внутреннее пространство грузовой кабины Напичкано испытательной аппаратурой С которой прямо во время стрельбы Работает ведущий инженер Ну а дальше Отстрелявшись Феникс устраивает Настоящее воздушное шоу Следующий номер этого концерта Воронка В середине Условный противник Машина кружит вокруг него И начинает условный Обстрел из пушки Тем, кто на земле В такой ситуации Скрыться просто некуда Закончив условную стрельбу Ми-35П Готовит зрителям на земле Еще один трюк В настоящее время Летчики выполняют Боковое перемещение У земли Это фигура высшего пилотажа Да На предельно малой высоте Это сложный элемент Если обратите внимание Пушка Смотрит прямо на нас О, нормально Поднял Траву накосил Кажется, будто он Расстреливает противника Из всех своих орудий Хотя чаще всего В настоящем бою Вертолеты воюют По-другому На большой скорости Пикируют на цель В этот момент Машина несколько раз Кивает своей Бронированной головой И начинает Новый штурм За воронкой Боковым перемещением Следует еще одна фигура Сложного пилотажа Это режим горка И пикирование С горки на цель Вот как это выглядит Глазами летчика Сумрачное небо Над головой Мельканье винтов И пикирование Вот еще один заход Это сейчас было круто Вот это сейчас было круто Обалдит Обалдев И испугавшись одновременно Наша съемочная группа Продолжает получать Все новые порции адреналина В настоящее время Летчики Делают боевой разворот Зависанием, да? Он просто разворачивает И вертолет Это Как бы Не фигура высшего пилотажа Это Боевой элемент Да То, что реально используется В боевых действиях Здесь надо объяснить Что сейчас Перед вами вертолет В базовой комплектации Без возможности Использования Управляемого вооружения И с обычными лопастями Из алюминия Кажется, прошлый век Современные машины Летают на умных винтах Из композитных материалов Так вот Оказывается Алюминиевые лопасти Ми-35П Не глупее У них тоже есть защита И от обледенения И от разрушения Вот это то, что Коричневого цвета Резина ВР-3В Это и есть Противообледенительная Система ПОС Там внутри Какой-то Ну, условный кабель Нагревающий Состоит она Из слоев Изоляции И состоит Из специальной Ткани РПС Которая Токопроводящая Пока лопасти Феникса Лежат на столах Мы имеем возможность Рассмотреть их детально Однако Самое интересное К сожалению Увидеть нельзя Это газ Азот Внутри лопастей Если появится микротрещина Которую мы глазом не увидим Которую глазом не видно Через эту трещину Происходит утечка азота Внутри падает давление И давайте подойдем Там где-то датчик у нас И на датчике появляется Красный поясок И, соответственно, пилот Находящийся здесь в кабине Он Нет Значит, соответственно Техник Который рассматривает Лопасти перед полетом И после Полетный осмотр делает Увидит это И отстранит лопасти От эксплуатации И что у нас получается Все лопасти Вот такие умные Созута внутри Все Без этого вообще не бывает Маленькая трещинка Если в лопасть попадет пуля Или осколок Ее можно будет Легко заменить на другую Для специалистов Это ненамного сложнее Чем поменять колесо у машины Сколько времени на это уходит Обычно Ну, ориентировочно Час-полтора И здесь не нужно менять Весь комплект Как на многих других вертолетах Да, лопасти На Ми-35П 24-ое изделие Они взаимозаменяемые Поштучно Тогда, как на многих других вертолетах Приходится менять Весь комплект Полностью весь комплект Впрочем, по желанию заказчика Бюджетные алюминиевые лопасти Можно все же заменить Композитные Благо, технология их изготовления Давно освоена Ростовскими вертолетостроителями Правильно я понимаю, что Вы сейчас создаете Базовую комплектацию Что называется Максимально недорогую А дальше уже каждый Под себя может делать Ну, то, что автомобилисты Назвали бы тюнингом Да, наверное, это возможно Так назвать В настоящее время Проходит испытание Модификация вертолета Которая не оборудована Управляемым ракетным вооружением Вы это сделать можете? Да, безусловно И под это дело у нас Заложен весь конструктив Объекта Давайте еще раз проговорим Вертолет, на котором мы летаем сегодня Существует в единственном экземпляре И это минимальная Экспортная комплектация «Феникса» В таком виде его можно считать Одним из самых бюджетных ударников На рынке вооружения И в этом его сила Ведь для многих армий мира Важнее купить партию Недорогих вертолетов Чем один навороченный При этом минимальный ракетный набор Входит в Ми-35П по умолчанию Не говоря уже о пушке И что важно Весь этот комплект вооружения В базовой комплектации Можно использовать не только днем Но и ночью Перед первым в жизни Боевым вылетом в ночи Стальную птицу вооружают Готовят к работе нары Неуправляемые авиационные ракеты И уже знакомые нам Универсальные пушечные контейнеры С боекомплектом 250 снарядов в каждом Наконец заряжают боезапас С виду это обычные пулеметные ленты На самом деле Ленты со снарядами И вот он Вылет во тьму В этот момент Наша съемочная группа Движется параллельным курсом На новом перспективном Многоцелевом вертолете Ми-38 Несколько минут спустя Ночную мглу Озаряет первая молния За ней вторая Это говорят пушки Феникса Вертолет только что прилетел Мы выставили свет Спешим к летчику Владимир Николаевич Как вам впечатление от новой машины? Впечатление хорошее Машина себя оправдала На сто процентов Заслуженный летчик-испытатель России Владимир Кутанин Говорит первое На что обратит внимание Каждый, кто возьмется За управление Этой новой машины Пилотажный комплекс Он автоматизированный Вы когда берете ручку Ну, предположим Летчик начинает делать ошибки Машина его сдерживает? Да Есть такая система управления Что летчик на любом режиме полета Будет ли это вираж Или это будет горизонтальный полет Может бросить управление И машина будет держать этот режим Это, конечно, облегчает летчик Он может больше позволить себе Концентрироваться наружу На то, что происходит там Да, конечно, это важно Наш собеседник Владимир Кутанин Впервые увидел эту машину В Афганистане Тогда он был пилотом вертолета Ми-8 В памяти То, как в Афганистане Летчики на этих машинах Нас прикрывали Что наша задача стояла Обеспечивать посты Боеприпасами, питанием Высадка десанта Забирать раненых И вот Наши боевые товарищи На этих машинах Нас прикрывали И должен сказать Зачастую настолько надежно Что своим телом Все-таки у них брони Побольше, чем на Ми-8 Своим телом прикрывали нас Вертолеты семейства Ми-24 В экспортном варианте Ми-35 Давно используются за границей Более 60 стран Взяли его на вооружение Мы уже говорили В деталях эту машину В ее экспортном варианте Нам удалось рассмотреть В Мьянме Там это основной ударный вертолет ВВС Задачи, которые он решает Понятны Это поддержка сухопутных войск С воздуха И разведка Грозный Ми-35 В желтом мареве Мьянманского неба Смотрится органично Российские конструкторы Убеждают Экспортный вариант 24-го Ми-35П Феникс превзойдет предшественника Эта машина будет интересна Для стран Африки А также для стран С часто проводилами Локальными конфликтами Без применения Тяжело бронированной техники У кого нет танков То есть кому не приходится Воевать с танками Да, да, да Кому не приходится Воевать с танками У кого основная Поражающая сила Используется против людей А если вдруг случилась Такая ситуация Что у противника У них появился танк Тогда что? Эта машина Легко дооборудуется До применения Под противотанковое оружие Там же у них Прямо в их стране Да, прям там же У них в их стране Теперь вместе С летчиком-испытателем Проведем небольшую экскурсию По вертолету Начнем с кабины Объясните, пожалуйста Как распределены функции Ну, в задней кабине Находится командир вертолета Его задача Безопасность полетов И его обязанность Точно и в срок Выполнить боевую задачу Здесь у нас кто? Здесь у меня Помощник боевой Летчик-оператор Он помогает Обнаружить цель Вывести Навести прицеливание И помочь применить оружие Точно по цели В случае необходимости Он может взять управление машиной В свои руки? Да, это такой же полноценный Летчик Здесь полноценное управление вертолетом Оператор может летать Маневрировать Стрелять В общем, делать все Что обычно делает командир Выходит, Ми-35П Можно использовать Не только как боевую машину Но и как учебную Как работает такая схема Нам объясняли во время полета На том же Ми-28 УБ Учебно-боевом Пульт имитации отказа Допустим, я проверяю Мы, а вы у меня инструктор Вы включаете Этот пульт имитации И можете отдельно Мне выключить МФИ Какую-либо там Левый, правый Замирание произвести Указателя скорости Различных приборов То есть ввести меня В аварийную ситуацию И проверить мои действия Но и это еще не все В отличие от остальных Ударных вертолетов На Ми-35П Есть третий член экипажа Борттехник Мы видим, что Здесь, в машине У десанта Есть возможность Подойти непосредственно К командиру Вообще Эта практика Имеет место быть Что люди из того Салона подходят сюда Ну, у нас Там в салоне Находится Бортинженер Третий член экипажа И поэтому То ли это По вызову командира Ну, может быть Практическая ситуация Когда командир его вызывает Вот у него Есть возможность К командиру Все вопросы Решаются через него Как работают Десантные группы На этом вертолете Мы не раз наблюдали На учениях Вот такой он Наш герой И ударник И транспортник И грузовик Появившись на свет Полвека назад Он до сих пор Продолжает удивлять Ведь бывает и так Что и в 50 лет Жизнь только начинается Не случайно Его назвали Фениксом Но что касается Сбитого истребителя Это было В 1984 году Когда вертолет Ми-24 В его Экспортном варианте Входящий в состав Армии Ирака Столкнулся С истребителем Ф-4 Производства США Из состава Армии Ирана Говорят Истребитель Собирался Расстрелять вертушку Но не успел Летчик вертолета Первым Открыл огонь И уничтожение Конечно Сейчас много пишут О том Что это было Везение Случайность Но факт Остается фактом В истории авиации Такая победа Единственная В своем роде Пошли на 2-0